Одной из самых любимых зимних забав у взрослых и детей остается катание с горки. На сегодняшний день магазины предлагают широкий ассортимент санок, поэтому подойти к выбору столь важной покупки необходимо очень ответственно и обстоятельно, так как от этого зависит, насколько санки будут функциональны, безопасны, а также как долго будут служить. Древнейший вид санок, который канадские индейцы когда-то использовали для перевозки грузов, а позже и людей, называется табаган. Кстати, рекорд Гиннеса по скорости катания на этих санях, а это 100 км в час, в 2010 году удалось развить немцу Ральфу Аллердисону. Сегодня табаганом называют любые сани-бесполозье, загнутым кверху передним краем. Надувные резиновые санки тюбинг часто называют ватрушками из-за их круглой формы. Причем задолго до термина тюбинг такой вид спуска был широко известен в СССР, благодаря катанию на старых автомобильных шинах и камерах, практически как на воздушной подушке. Эйрборды – это тоже резиновые сани, но в отличие от тюбингов, на эйрборды не садятся, а ложатся. Все, что нужно, это разбежаться и прыгнуть животом вниз на этот надувной матрас, ухватившись за ручки по бокам. Кикслет санки, состоящий из сиденья, держащегося на паре длинных полозьев. Позади сидящего становится второй человек, который может ехать, стоя на полозьях и держась за ручку впереди. Санки Мэтт Ривер Рокет представляют собой пластиковую доску с закругленными краями и специальными местами для коленей. Ими можно управлять, сидя на коленях. Хотя создавались сани исключительно для семейного отдыха, они сразу превратились в любимое средство передвижения у экстремалов. И, наконец, самый бюджетный вариант – металлические санки нашего детства. Все мы помним дощечки разных цветов и полозья листовой стали. Цена их относительно невелика, а эмоции от катаний бесценны.